Мистер и миссис Дно, это Тигран Киасаян и его жена Маргарита Симоньян, постоянные герои моей передачи, но вот миссис Дно позабавила нас, я очень хорошо перейти к Дудю, вот у него популярный ютуб-канал, да, у меня есть ютуб-канал, мы с вами понимаем что-то в ютуб-каналах, а Маргарита Симоньян решила нам просто втирать очки, и она опубликовала вчера победный твит о том, что, значит, у наших каналов, у Russia Today, у них там несколько каналов, 8 миллиардов просмотров на ютуб, мы по-прежнему на первом месте среди международных новостных тиграналов, молодцы, ребята, горжусь. И тут, конечно, мы должны бы сказать, так, бюджет Russia Today 18,7 миллиардов рублей, людей, но, и мы все время ругались, почему на эту помойку тратятся миллиарды, вместо того, чтобы отправить, я не знаю, на лечение или на строительство моста в Якутске, тратили на помойку, ну вот нам же сказали, 8 миллиардов просмотров, да ты чё, Маргарита Симоньян, и вот она на этих улухов в Кремле воздействует и говорят, 8 миллиардов просмотров, радуйтесь, ну они, видимо, радуйтесь, что такое 8 миллиардов просмотров? Ну, во-первых, у канала Маши и Медведев 18 миллиардов просмотров, во-вторых, у моего основного канала полмиллиарда просмотров, но я не потратил, не трачу каждый год 16 миллиардов рублей, а самое главное, мне просто стало интересно, я полез, сделал такую неприятную вещь, вы ее можете прямо сейчас повторить, вы же в Ютубе сидите, наберите там РТ, и вы попадете на главный Ютуб-канал из всей вот этой вот помоечной совокупности, будет главный канал Маргариты Симоньян, там нажмете на вкладочку «Видео», а потом нажмете на вкладочку «Отсортировать по популярности», ну чтобы увидеть этот контент, качественный контент, за который вы, я, мы заплатили 16 миллиардов рублей, платим каждый год. Что же там такое? Интересы России продвигаются, может быть, Путин, может быть, шокирующие расследования, или какая-то информация, которую западные СМИ скрывают, но Маргарита Симоньян, миссис Дно, вытаскивает эту информацию и доносит до мира, до пользователей Ютуба. Давайте посмотрим, вот скриншот, что же там? На первом месте мы видим золотой голос, бездомный из Америки, нашел работу после того, как его видео стало виральным. Я не могу показывать вам в эти видео, потому что омерзительная Russia Today, она заблочит нашу программу, они все это так делают. Ну там просто история про американского бомжа, который говорит таким очень смешным телевизионным голосом, но это видео, это чье-то видео, которое Russia Today украло, виральное видео, и рассказало, что у бомжа прикольный голос, его взяли за это на работу. 43 миллиона просмотров, и это их главное видео. Главное достижение Маргариты Симоньян за 16 миллиардов рублей ежегодно, это украденное видео с американским бомжом, у которого прикольный голос. Давайте посмотрим, что там еще. Видосики у пользователей, метеорит в России, это просто набор камер из машин, чьи-то камеры, она украла это, притащила на свой канал, назвала это на английском языке таким кликабельным заголовком. Дальше, цунами раз, землетрясение два, падение слэп, снова цунами, какой-то корабль перевернуло, и так далее, и так далее. То есть это просто украденные, смешные видосики, ну или драматические видосики, которые показывают на канале плюс сто пятьсот, и за это не берут ни копейки бюджетных денег. Маргарита Симоньян тащит это все, переименовывает, собирает клики, я уверен, просто покупает клики, а потом нам говорит восемь миллиардов просмотров. Молодцы, ребята, горжусь нашей командой, какие-то сидят там хмыри, получающие там по четыреста, пятьсот тысяч рублей. За что? Непонятно, миллиардов бухло, и нам говорят, это классный медиабизнес. Давайте посмотрим, но вот фотографию реального охвата их аудитории. В Великобритании у них охват сто двадцать тысяч человек, при этом аудитория Аль-Джазира триста тысяч, у BBC двадцать пять миллионов. Это ничтожное, убогое телевидение, которое никто не смотрит, но оно всех бесит, потому что они врут. И, безусловно, иностранные СМИ регулярно пишут, что за идиотский канал у нас здесь выходит, он врет каждый день. Они про это пишут, но это не значит, что канал влиятельный. Это означает, что как-то они особенно по выдающемуся врут. И вот с этими просмотрами они тоже абсолютно по выдающемуся врут. Она же написала это в Твиттере, где сидят люди, они очевидно сидят в интернете. Очевидно, они полонимают что-то в этом, но тем не менее миссис Дно, съев очередную голову бобра, как вы знаете, она увлекается такого рода кулинарными экспериментами. Почему так подробно расскажу, рассказываю, с такой, может быть, горячностью на нее нападаю, но я ее терпеть не могу. Это просто воровка. Это человек, который хапает гигантский бюджет, показывает нам видео с американскими бомжами и говорит, что да, это все стоит 16 миллиардов рублей. Она создала самое убогое телевидение на свете и доказывает нам, что это очень круто. В прекрасной России будущего будет отдельный показательный суд над супругами Симоньянами. Симоньян lentилет Симоньян Симоньян Дюх Симоньян